Девушки отдыхают Моё крымское путешествие – это путь от самой восточной точки Крыма до самой западной – мыса Тарханкут. Я облетел полуостров на двухместном самолёте и с небольшой высоты разглядел самые, на мой взгляд, любопытные места. И теперь прокладываю к ним маршруты. Причём такие, которых нет в путеводителях. Ночь я провёл в Балаклаве. И сейчас собираюсь вдоль побережья по морю добраться до мыса Фиолент, чтобы ещё раз увидеть горный массив, который мне понравился с воздуха. О, какое живописное место! Вообще огонь! И, конечно, подняться на скалу Святого Явления. Переночевать, если повезёт, планирую уже в районе Бахчисарая, чтобы поближе подобраться к разгадке одной тайны. Но о ней чуть позже. Как совместить приключения и охоту? Рыбалку и снорклинг. Кажется, я знаю один способ. Погода и охота в случае среди закона. Без аквавалка разрешена. Мы решим попробовать в первой жизни. А кому-то походится. С ружьём. Самое главное – отплыть подальше от пляжей. Оборудованных и диких. И вообще любого скопления людей, что я и делаю. Кефаль, камбала и, конечно, барабулька. У крымских берегов, как в шикарном рыбном ресторане. Выбор огромный. Главное сейчас кого-то из этих экземпляров выследить. Надеюсь, на обед у меня будет барабулька на костре. А, ну что, попалась? Кажется, вот она моя будущая добыча. Нет, мимо. Не уйдёшь. Я почувствовал себя настоящим птичником, который охотится на более мелкие рдёжки. На настоящий окуной. Так, 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 так. Тихо, главное не спугнуть. Отцелимся. Снова промах. Я сегодня ничего не поймал, но это очередной повод вернуться в Крым и вернуться в следующий раз уже с огромной добычей. К мысу Фиолент я решил отправиться на каяки. Быстро, удобно, нет шумных толк туристов и можно насладиться красотами в тишине. Тем более погода, что называется, шепчет. Жара не думает спадать, по-прежнему под 40, но на воде этого почти не ощущаешь. Волне носом. Значит, перевернёшь. Катер, простите, как у вас дела? Эй, 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 машинист, полегче. Может, тут познакомились? На Яшмовом пляже у мыса Фиолент всегда полно людей. Излюбленное место отдыха. Но я хочу попасть на вершину скалы Святого Явления. Согласно легенде, в 891 году здесь терпящим бедствия греческим рыбакам явился святой Георгий Победоносец. На скале была найдена его икона и в том же году на побережье основан монастырь. Первый крест, установленный на скале ещё в 19 веке, был снят после революции. Затем в начале 90-х был установлен новый, но он не выдержал шторма. Это уже третий, восьмиметровый гигант с двухметровым фундаментом. Точно на века. Ох, ребята. Ну дуги бы не потерять. Да, рюкзак надо было однозначно брать больше. Дуги от палатки всё время выскакивают. А, палатка! С Богом! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий. Буду очень мало времени принять решение. Не знаю, что ли так рисковать, но это первое, что пришло в голову. Прыгать с высоты почти два десятка метров, чтобы спасти палатку. Это было очень страшно. Но все обошлось. Цел и я, и мой дом на эту неделю. Немного переведя дух, поднимаюсь наверх. Почему холодные сомнения? Я верю. Здесь был грозный храм, где крови жаждущим богам дымились жертвоприношениями. Пушкин, как и туристы сегодня приезжающие сюда, верил, что здесь, на мысе Портениум, находился языческий храм, где древние тавры приносили в жертву греческих путешественников. Свято-Георгиевский монастырь. Помимо Пушкина здесь останавливался Чехов, наш император Александр I и Николай II. Монастырь был основан в 891 году все теми же греками, которые потерпели крушение у скалы святого явления. В середине века монастырь процветал, оставался действующим даже во время Крымского ханства. В начале 19 века в монастыре располагалось военное духовенство, и он назывался флотским. А потом началась Крымская война. Во время Крымской войны англичане и французы заняли территорию монастыря. Сложно поверить, но уже в середине 19 века им удалось проложить телеграфный кабель длиной более 300 километров по дну до болгарской варны. Что ж, время подыскать еще какой-нибудь новый маршрут. Береговая линия здесь очень красивая, поэтому в поисках любопытных местечек решил проехать немного вдоль побережья. Хотя такая жара, что хоть ложись на дно. А кстати, уйти на дно – это отличная идея. Матерые бобры? Да, добрый день. Здравствуйте. Готовьтесь к погружению? Проверяем оборудование. Понял. Я по Крыму путешествую, я уже полетал, попрыгал. А у нас вы еще не плавали, сто процентов. Да. Скажите, можно как-то присоседиться к вашей группе или попробовать с вами как-то? Все зависит от вашей подготовки. У вас есть сертификат? Сертификата нет. То есть вам необходимо пробное погружение. Алкоголь вчера принимали? Замечательно. Тогда можно попробовать. Класс. Попробуем именно тест-дайв, это пробное погружение, после которого вообще поймете, оно или не оно. Присаживайтесь. Сейчас как раз буду читать брифинг. Да, чтобы самостоятельно управлять аквалангом и получить сертификат, своеобразные водительские права под водой, необходимо пройти курс обучения. Так как это пробное погружение, все за вас буду делать я. Но некоторые вещи вы будете делать самостоятельно. Первое, что вы будете делать, это дышать. Дышим мы ртом, выдыхаем тоже ртом. Почему мы не выдыхаем носом? Потому что у нас будет одета маска. И будет просто маска оттопыриваться, и воздух будет выходить. Дышим ртом, опять же, дышим через загубник. Что такое загубник? Такая вот великолепная вещь. Опять же, мы его держим во рту аккуратно, не гусаем. Как капа. Абсолютно верно. То есть можно будет взять правой рукой, если вам будет казаться, что он может выпасть у вас изо рта. Важный момент, который я всегда описываю, это продувка. Ага. Мы не дожидаемся дискомфорта и продуваемся. Очень красивое слово такое есть, маневр вальсальва. Когда мы зажимаем нос, зажимаем нос и делаем легкий выдох. Что вы почувствовали? Ну, в лучах воздух вышел. Оба уха? Да, да. Важный момент, чтобы оба уха. На нас будет одета маска, может попасть вода. Сейчас я вам покажу, как можно избавиться от воды. Вот, смотрите, маска. Снимаем кепку. Снимаем очки. И делаем очень элементарное движение. Мы нажимаем и делаем выдох. Выдох мы делаем здесь носом. Если вода у вас вдруг не вышла, я к вам подплыву, не надо пугаться. Я сделаю вот так вот и наклоню вам голову. Вы также делаете выдох носом. Итак, с маской разобрались? Разобрались. Опять одеваем кепку. Очки. Очки. Плаваем мы вот так. Это голова, это ваши ноги. Плаваем мы ногами. Руками мы не помогаем себе, как хочется схватиться. Руками максимум себе помогаем вначале. И с камушка на камушек, отталкиваясь, мы передвигаемся. Я посмотрю на ваше поведение, я пойму, что вы адекватный человек. И позволю вам слегка подсплыть. Дабы вам не надо было с камушка на камушек передвигаться. Но это будет, если вы хорошо себя будете вести. Никакие кнопочки мы не нажимаем. Многие попали. О, какое красивое оборудование. Не нажму-ка я кнопочкой. А так делать не надо. Это делать только я. А если у вас будет сертификат, так можете делать и вы. А еще перед погружением важно выучить дайверский подводный язык. Под водой мы не можем с вами друг другу что-либо показать. Для этого есть сигналы. Итак, это означает «все ок». Этот жест совсем не говорит, что все круто, а вовсе наоборот. Всплываем, идем наверх. Комси-комса. Так себе. Этим жестом отвечают напарнику, если под водой что-то не в порядке. Стоп. А вот этого жеста всерьез стоит опасаться. Он означает «акула». Я постоянно буду вам показывать один сигнал. Вы должны в ответ показать мне, что все хорошо. Это же вопрос, это же ответ. То есть если я вам показываю, а вы пытаетесь улыбаться только в загубнике. Я вам еще раз показываю. Реакции нет. Я вам показываю третий раз. Реакции нет. Я принимаю решение, что вы не в адеквате, и поднимаю вас на поверхность. Мы должны с вами подписать декларацию о здоровье. Острая мигрень, головная боль. Любовь и хирургическое вмешательство. С декларацией, конечно, все понятно. И знаете, что еще сделать? Сбрить ваши усы. А вот что делать с усами? Придется брить. У вас растительность присутствует на лице. Она может, так скажем, помочь воде попасть в маску. С усами пришлось расстаться. Но не со всеми сразу. Нужно было сбить только полсантиметра растительности сверху. Такие вот правила. Стас, вы готовы к погружению? Да, капитан. Дальше отказаться будет нельзя. Класс. Подводные лодки, немецкие самолеты, затонувшие корабли. Я многое слышал про объекты, которые можно увидеть в Крыму только с опалангом. Кажется, пришло время открыть для себя Крым подводный. Отправляюсь на погружение вместе с участниками клуба. Клуб, кстати, стоит выбирать сертифицированный. Все-таки это не шутки. КОНЕЦ Вокруг потрясающая красота. Целый подводный мир, который не разглядеть с обычной маской на поверхности. Это же настоящая подводная пещера. А что там внутри? Мой инструктор жестами разрешает мне заплыть внутрь. Ого! Оказываясь в настоящем подводном колодце. Возможно, как раз в таких свои награбленные сокровища прятали пираты. А что там еще в темноте? Еще одна пещера. Чуть не застрял. Хорошо, что рядом инструктор. Опытные дайверы знают, как найти нейтральную плавучесть. То есть зависнуть в толще воды, как в невесомости и как глубоко и правильно дышать. А вот новички, вроде меня, под водой используют гораздо больше воздуха. Поэтому и погружения длятся меньше. Всплываем. В этот момент в пещере пошел не что место. Пришел в тупик. Для меня профессиональные дайверские руки вытащили наружу в тупик. Я приехал в Бахчисарай и сразу попал как будто в другую страну. Писем нет. Мечети, колоритные дома, восточные базары. Скажите, пожалуйста, а из этих турок здесь пьют кофе? Какую взять лучше? Это медная? Давайте ее возьмем. За тысячу отдадите? Да, спасибо большое. Ну все, теперь я буду пить кофе. Царь во дворца, царь во дворца. Спасибо, до свидания. А в воздухе разливаются ароматы кофе и свежеиспеченной самсы. Кстати, пекут ее прямо на улице, в тандырах. Здравствуйте. Работает? Да, да. Класс. Она вот так прикреплена к стене? Да. Они как эти, прикрепленные. Я никогда не знал, что так готовится она. А можно я сам себе достану? Вот. Так. Они просто здесь так лежат, как будто они живые. Сверху, да, Бить? Да. Опа! Я поймал его. Вот она, моя рыба, моей мечты. Сейчас мы ее сразу вот сюда. Как будто добыча какая-то, какого-то пещерного ежика поймал. Да. Бахчисарай в переводе с тюркского означает дворец в садах. Джума-намаз будет проводиться в Ортаджаме. И это связано с тем, что мечеть находится на реставрации. И доступ в нее временно недоступен. Подскажите, а где Джума-намаз будет проводиться, знаете? Здесь? Просто на реставрации, как будто она закрыта. А Ортаджам далеко здесь, нет? Ну, там рядом. О, спасибо большое. Спасибо. Как позже мне рассказали, Джума-намаз – это пятничная молитва, а Ортаджан – это центральная мечеть. Но мне кажется, удалось сойти за местного. Это Бахчисарайский дворец, река Чурук-Су, что в переводе означает «гнилая вода». на данный момент она уже высохла, и здесь остался только такой военный ров со стенами охраняющий дворец. Так, ну, большая очередь означает чаще всего, что место туристическое. Я пытаюсь пойти найти какие-нибудь более дикие места. Собственно, я планировал сделать Бахчисарай отправной точкой для путешествия в горы. Туда, где на вершинах расположились древние пещерные города. Там точно полно тайн и открытий. Ты вообще живой? Что с тобой? Всего путешествия по горе. Бездорожье у нас. Где Мангуб Халя, знаешь? Ты сейчас кивнул или показалось, а? По периметру плата расположено множество пещер. И у каждой пещеры была своя функция. Там находятся озера, на которых выращивают соль. Там, ты зебра рекламные perquè периметры. Там находятся arrived. Т millet. И PLA У СПОРА желая.